все доброе утро дорогие друзья доброе утро мы начинаем урок продолжаю изучать перте вот все всем привет и так значит дюрли ним не шалом всем шалом сейчас собираются потихоньку все участники всем до антон лефименко дамир партнер класс все там мы до 4 доброе утро всем доброе утро все отлично яков шататин хорошо вот значит мы сейчас находимся в во вторая глава вторая глава сейчас скажу какая мишна так секундочку глава 2 глава 2 совсем шалом все собираются пока значит мишна у нас до 14 значит все двигаемся дальше значит дальше роман юханин бен закай задал им второй вопрос он им задал второй вопрос своим ученикам он говорит эйзы дэх раа какой он говорит плохой путь шейтрахек мемена адам чтобы от него отдалился человек за задал он им этот вопрос второе до этого был какому человек должен прилепиться а второй вопрос какого пути больше всего остерегаться у каждого из нас есть есть качество характера и очень сложно оценить какие качества хорошие какие плохие потому что какой-то момент в какой-то момент например вот я приведу пример человек жадный человек жадный значит хорошо это или плохо с одной стороны это хорошо потому что у него он жадно у него всегда больше останется на то есть он все время там будет собирать у него будут какие-то деньги а кому плохо а людям окружающим его плохо потому что он с каждым там этому не доплатил с кем судится с кем ругается с кем значит ну и так далее то есть или мы возьмем качество характера веселость да вот человек веселый вроде казалось бы веселый это классно да веселый это классно хорошо а посмотреть например его какие-то люди считают легкомысленным он веселым все время смеется хохочет да но кто-то его считает легкомысленным что том и клоуном называет да понятно теперь есть качество которые безусловно хорошие да вот про машера бену про моисея бог сказал что он она миколя да он самый скромный всех людей на земле но есть например какой-нибудь человек он такой скромный что даже вот знаете этот перельман отказался от миллиона долларов он ему премия шахматин перельман не шахматиста на кто-то математик да вот перельман математик ему миллион долларов премию давали он отказался да и скромности из вроде он сказать глупости непонятно да потому что он же все-таки на миллион долларов возьми раздай кому-нибудь да миллион долларов это большие деньги кому-то там на лечение не хватает кому-то еще на что-то значит каждое качество но имеет свои плюсы свои минусы значит по хочешь кофе 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 сделаешь без бога хорошо теперь значит раба неоханнен бензака он спросил от какого качества надо отдаляться вот допустим у какого-то человека конкретно он знает что ему нужно от какого-то качества отдаляться например кто-то гневливый вот у него есть гнев значит он вот здесь золотая середина чека вообще тора стремится во всем прийти к золотой середине а но если есть у человека уже куда-то перегиб да в какую-то сторону и он решил этот перегиб исправит у него в каком-то качестве перегиб так что ему нужно сделать тут он был гневливый ему нужно на какое-то время на год допустим да вообще перегнуть себя вот полностью работать над тем чтобы вообще не гневаться то есть он был там гневливый потом он перегнул себя в другую сторону а потом у него появляется уже возможность уйти на золотую середину понятно да как это работает теперь сказал раба неоханнен бензака своим ученикам ну скажите говорит какое качество что от него должен чек отдалиться значит первый был рабе лезер бенурка нас он сказал он сказал айнра плохой глаз плохой глаз мы уже знаем это обратная сторона от хорошего глаза вот есть человек например который на что он не посмотрит о хая сигнитого блазе вот например да ну ничего себе имя вы себе выбрали хая сигнитого блазе скажет человек с плохим глазом да потому что ему как бы сложно выговорить три имени сразу так он думает для себя потом значит что еще можно тут чек с плохим глазом он увидит он увидит во первых знаете как вот я сейчас смотрю мне телефон например передо мной но если бы я на секунду представил что у меня плохой глаз то я бы началась рассматривать трещинки на стекле оказывается есть есть на телефоне если прямо поискать есть трещинки и немало этих трещинок да оказалось на стекле и подставочка грязная и штучка потерялась к ней вот этот пультик и на столе не очень если а вы знаете было я счастливы было слишком жарко а сейчас слишком холодно да и значит человек с плохим глазом он во всем во он находит что-то плохое но тут есть один очень интересный нюанс что когда бог делал мир когда бог делал мир он сам когда создавал мир он говорил каждый день творения там кроме одного стал что все очень хорошо все очень хорошо и в принципе бог который мир создал он же вот представьте вы вы художник вы создали какую-то картину и приходит какой-то человек и начинают обсуждать ее недостатки да не очень картину ты создал тут свет мне не нравится тут размер не нравится тут то не нравится как художник воспримет это он скажет чеку слушай я художник я ее создал а ты кто ты не художник Pokemon не можешь ее обсуждать. И естественно, что отношение к этому нехудожнику, который обсуждает картину художника, у художника будет соответствующее. Такой человек, который недоволен окружающим миром, который сделал Бог, и Бог им управляет, он недоволен, по большому счету, он Богом недоволен. И он поэтому, значит, а раз он Богом недоволен, тут включается еще один нюанс. Когда человек смотрит в будущее, и, ну, что значит он смотрит в будущее? Как можно посмотреть в будущее? Как может человек вообще посмотреть в будущее, если он может посмотреть только в настоящее, и то в ограниченном пространстве, куда упирается его взгляд? Значит, будущее человек посмотреть не может. А когда он говорит, я смотрю в будущее, то он смотрит в свои мысли о будущем. Он не смотрит в будущем, он смотрит в ту картину, которую он сам придумывает. Если человек придумывает себе картину, которая плохая, да, то есть он смотрит, смотрит в кавычках в свое будущее, и у него злой глаз, ну, плохой глаз, он видит, рисует это будущее свое плохо, то тогда, что получается, а так как Бог действует в этом мире, он отвечает на наши мысли, поступки и действия, да, то есть человек, Бог, он как бы дал каждому из нас возможность делать, принимать решения, и он дает нам ответ на наши решения. Если я себе придумал плохое будущее, то какой ответ должен Бог мне дать на мое предположение о плохом будущем? Какой он мне должен ответ дать? Вот, например, представьте ситуацию, я подхожу к человеку, вот Эйтан, например, и у меня, я смотрю в будущее и понимаю, что в будущем Эйтан хочет у меня украсть бумажник. И я, как бы, это свое предположение Эйтану высказываю. Я говорю, Эйтан, у меня предположение, что ты у меня хочешь украсть бумажник, я вижу, ну, я смотрю в будущее. Итан говорит, Ицкак, а ты, ну, как бы вообще нормальный человек, да? То есть ты не думаешь, что ты меня этим обижаешь, оскорбляешь как-то? И, в принципе, после такого предположения, ну, уже я могу спокойно забрать твой бумажник. Потому что у меня есть все основания его забрать. Раз ты думаешь, что я его могу забрать, то есть уже чего там? Все равно ты решил, что я его заберу. Так я его заберу тогда. Понятно, да? То есть человек, который плохо смотрит свое будущее, то он, это будущее, он его создает плохим. Понятно. Плохо смотрит на людей, создает плохие с ними отношения. Плохо смотрит на свое прошлое, создает свои плохие эмоции. Получается, что Рабби Лезер Бен Урканас ответил своему учителю Раббанеханану Бен Закаю, что самое меда, качество, от которого человек должен отдалиться, это злой глаз, плохой глаз. Отлично. Значит, Рабби Иушуа Бен Ханане, он дал второе предположение. Он говорит, путь, от которого человек должен отдалиться, это хаверера, плохой друг. Значит, что он имел в виду? Он имел в виду следующее, что если у тебя есть плохой друг, хаверер, который на тебя влияет, да? То есть ты с ним партнер в чем-то, то зло, оно придет и на него, и на тебя. То есть это очень, мы до этого учили, сказал, по-моему, это Нитай Арбели. Он сказал нам, что Архэтми Шахенра, отдались от плохого соседа, от плохого соседа надо убежать. Вальтит Хаберли Раша, не присоединяйся к злодею даже в хорошем деле. То есть поэтому плохой друг, от него надо срочно отдалиться. Так сказал Раби Йошоа. Раби Йоси сказал, что это Шахенра, плохой сосед. Значит, это самое плохое. Почему плохой сосед, самое плохое? Есть народная мудрость такая, с кем поведешься, от того и наберешься. И человек, он набирается от того места, где он живет. Например, возьмем лот. Лот племянника Авраама. Лот племянника Авраама поселился в прекрасной, богатой стране с домом Иамора. Это было самое цветущее, процветающее место. Но там были плохие, злые люди, которые установили законы, что путников нельзя никому давать здаку. А кто даст здаку, кто сделает добро путнику проходящим, его надо вообще убить. То есть они установили законы, полностью поменяли местами добро со злом. И в итоге бог уничтожил это место, а вместе с этим местом пропало все, что было у лота. А бог его спас. За что бог его спас? За то, что у него был Хавер Тов. Кто у него был Хавер Тов? Это был Авраам, его дядя. В заслугу Авраама бог спас лота. Получается, что хороший друг спасает, плохой друг уничтожает. Где мы видим в Торе, где плохой друг уничтожал кого-то? Очень легко мы это видим в истории с Корохом и его всем окружением. Все окружение Короха, 250 человек погибло, потому что у них был плохой друг Корох. Корох, который повел их дальше. Где мы видим еще, что плохой друг уничтожает? Это сейчас идет недельная глава. Шла Хлыха про Мирадлим. Разведчики. Когда послали разведчиков разведать землю Израиля. И вот эти разведчики, они посмотрели на землю Израиля плохим глазом. То есть они увидели в ней. Было же как, например, они приходят в городе похороны. Бог сделал похороны специально, чтобы их разведчиков не заметили. А они посмотрели на похороны, сказали, а в этом месте эпидемии люди умирают. Они посмотрели на людей и говорят, люди сильные и мощные. И мы не сможем их победить, сделали они вывод. Но почему мы не сможем их победить? Люди сильные и мощные? Да. А откуда ты знаешь, что ты не сможешь их победить? Только что Бог вывел из Едипта. Только что победили египтян. Только что море раступилось. Только что были 10 казней. Как ты можешь делать вывод, что мы не сможем их победить? Это уже злой глаз, который уничтожает. Дальше. Дальше. А как было двое, которые спаслись? Два мирадлим, два разведчика. Это был Йошоа Бенун, ученик Маше Рабейну. И тут мы видим, что хороший друг спасает. Потому что, когда Маше Рабейну, он своего близкого ученика, Йошоа, он ему добавил одно имя, одну букву к имени Йошоа, и он его благословил, то Йошоа он спасел. То есть, его веры было достаточно, чтобы сказать, мы победим. Акалев Бен-Ифуне, второй, который спасся, он что сделал? Он пошел молиться на могилы праотцов в Хеврон, где он молился, его как бы спасли, спасла молитва и праотцы. А десять разведчиков сказали злоязычие на землю Израиля. Весь народ им поверил. Они были с этими разведчиками, они были как, можно сказать, соседи. То есть, они поверили плохим соседям о том, что земля плохая. А дальше они, включился у них злой глаз. Они начали плакать, а что с нами будет? Как же мы все тут погибнем? И они плакали и сказали, мы не сможем зайти в землю Израиля. И Бог им сказал, ну что парни, все я вас ждал, все я ваши грехи прощал, а этот не прощу уже. То есть, если та цель, куда я вас вел, и все доказательства, которые я делал до этого, чудеса, море и так далее, и вам всего этого недостаточно, значит, вы неисправимы и поднимите вы в пустыне, потому что у вас плохой глаз. Все. Теперь, значит, сказал Рабь Иосиф, что путь, от которого человек должен отделиться, отдалиться, это плохой сосед. То есть, не впитывать, не воспринимать от плохого соседа. Раби Шимакбен Атанель сказал, что самое плохое качество у человека, от которого надо максимально отдалиться, это алове вело мишалем. Тот, кто занимает, берет и не отдает долг. И он уточнил, что одинаково, ты занимаешь у человека, это как ты занимаешь у Бога. И привел доказательства из пророков, там так написано, что из Таилим. В Таилим написано так, сейчас я скажу, как это написано в Таилим. Значит, Рашалу вело мишалем, цадик, но тен ве хонен. Где тут у тебя тексты наберите? Я просто по памяти что-то выскочил у меня. То есть, смысл там в чем? На русском перевод такой, что в Таилим написано, что злодей он берет и не отдает долги, цадик он дает и ему всех жалко. Здесь он сказал, это качество, что оно значит по-простому? Есть люди, которые настроены на то, чтобы брать, берущие. Есть люди, дающие. Значит, берущий человек, он все время, он как бы вот дайте мне, дайте мне, дайте мне, ты мне должен, ты мне должен, ты мне должен. Давай я у тебя даже возьму в долг, потому что, ну а как мне не взять в долг? Дай мне, мне же надо. То есть, злодей он все время настроен на то, чтобы как можно больше взять. Цадик, он все время настроен, праведник он настроен на то, чтобы все время больше дать. Кто больше уподобляется Богу? Бог берет или дает? Бог дает. Бог всему миру дает добро. То есть, Бог это добро. Теперь вот человек, который хочет давать. Есть у него какая-то проблема? Нету. То есть он хочет тому помочь, тому помочь, тому помочь. То есть у него полно вариантов, кому помочь, кому дать добро, кому сказать доброе слово. Вступает ли он с кем-то в конфликт? Вряд ли. Потому что, ну, единственное, что бывают такие цадите, как есть известная история, когда учительница детям объясняла про добро и про зло и говорила, что добро это давать. Это давать, помогать, давать добро, да? И на следующий день Вовочка опоздал в школу, она его спрашивает, Вовочка, а ты чего опоздал? Он говорит, практиковался в давании добра. Она говорит, как же ты практиковался? Он говорит, я бабушку, говорит, 20 раз через дорогу перевел, туда-обратно, туда-обратно, туда-обратно. А ей надо было? Нет, ей не надо было. Я переводил, то есть я активно давал добро. Но бывает, что человеку не хотелось его брать это добро, да? Получается, что Вовочка тогда давал добро не человеку, а кому себе. То есть есть, очень мне это понравилось из лекции Ашера Кушнира, есть как одному человеку показали, он попросил показать, покажите мне ад. Ему, значит, его подняли на небо, показывают ему такое место. Там сидят люди, накрытые столы, прям накрытые столы, и они все сидят такие и страдают, смотрят на эту еду и страдают. Он не понял, почему они страдают. Не понял, почему они страдают, а оказалось, что они страдают, потому что у них к рукам привязаны метровые вилки. И они этими вилками пытаются засунуть еду себе в рот и не могут. И они, значит, сидят, и еда перед ними, и вилки метровые, но они не могут эту еду засунуть себе в рот. Такая у них пытка идет, да, в аду. Он говорит, а покажите мне рай. Он говорит, пожалуйста, рай, показывает ему рай, соседнее там место, там сидят то же самое. Сидят люди, столы накрытые едой, у них точно так же метровые вилки привязаны к рукам, но они кормят этими едой друг друга. Себе в рот ты не можешь засунуть, но ты можешь взять эту вилку и дать другому. Дать другому. Значит, это рай, когда люди хотят помогать друг другу, они все друг другу помогают. Теперь Раваш Ракушнир там приводит такую модификацию. Он говорит, вот в семье, например, да, если каждый думает только про себя, то тогда, естественно, они не могут существовать. Если каждый думает о том, как сделать приятно другому, тогда у них рай. Но он говорит, обычно есть еще среднепромежуточный вариант, когда каждый кормит другого, но дает ему только то, что любит сам. То есть, когда, если я люблю жареную картошку, то я его кормлю жареной картошкой. А он не любит жареную картошку, он любит, например, варенье. И он поэтому мне дает варенье. А я-то люблю жареную картошку. И люди вроде бы, они хотят друг другу давать, но они ему дают, каждому дают не то, что хочет он, а то, что мне легко давать и то, что я бы взял сам. Это, говорит он, такой средний вариант. Понятно, да? Теперь, значит, сказал нам Раби Шимон Бен Атанель, что качество, от которого надо отдалиться, это брать и не отдавать. Это, он говорит, самое плохое, и это ведет человека ко всем остальным проблемам в жизни. Вот так вот он сказал. И Раби Элизар Бен Арах, он сказал следующее. Он говорит, самое плохое качество, это злое сердце. Злое сердце, Лев Ра. Значит, мы вчера обсуждали, что такое злое сердце, и выяснили, что сердце на языке мудрецов, это полностью сущность человека, которая состоит на самом нижнем уровне. Это набор ценностей, да, на самом базовом, фундаментальном уровне. Что для меня важно. И у каждого человека внутри есть набор ценностей, которые сформировались когда-то, 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 давно, непонятно как и непонятно откуда. Но, тем не менее, все решения человека, они находятся под влиянием того, что для него глубинно важно. То, а спроси его, почему это для тебя важно? Он скажет, ну это для всех важно. А вот оно вообще не для всех важно. Он скажет, ну это каждый поймет, что это важно. Вообще не каждый, потому что сколько людей, столько разных ценностей и важностей. Дальше на втором уровне, это кто вчера не был, идут убеждения и принципы. Каждый человек живет в виртуальном мире придуманных принципов, да. Например, я когда-то, вот для меня запомнилась одна фраза, есть такая гимнастка Хоркина. Она когда-то была олимпийской чемпионкой по гимнастике, Хоркина, не помню, как ее звали. Я как-то видел, я еще был спортсменом тогда, мне было лет 18, и я увидел с ней интервью, ее спрашивают. А вот скажите, вы такая Светлана Хоркина, по-моему, для вас важен же так очень внешний вид. Она говорит, для меня внешний вид важнее всего вообще. То есть я это. И даже говорят, что вы без манитюра не выступаете, что она там чуть ли не каждый день делает манитюр, хотя она там гимнастка. Она говорит, да, потому что Хоркина без манитюра не Хоркина. И у меня эта фраза просто, ну вообще, на всю жизнь я ее запомнил. То есть она верит в то, что Хоркина без манитюра перестает быть Хоркиной. То есть для нее манитюр является настолько важной деталью ее мировосприятия, ее картины, что она без манитюра не она, все, для нее рушится картина мира. И каждый человек живет в придуманной вот этой вот картине мира, где он попридумывал себе кучу правил. Кто не опаздывает, он думает, все, опаздывать нельзя. Кто опаздывает, как я, думает, ну, кто сказал вообще, что я всегда успею. Я очень позитивный человек, я верю, что я успею, поэтому я всегда опаздываю. Но я даже когда опаздываю, я не расстраиваюсь, потому что я думаю, что расстраиваться-то нет смысла, когда я опаздываю. Но когда кто-то ко мне опаздывает, тут у меня другая система координат. Когда кто-то ко мне опаздывает, я прямо очень переживать могу, потому что я считаю так, что если я опоздал, это значит Божья воля, а если он опоздал, то это его безалаберность. Понятно, да? И большинство людей живут в такой запутанной системе принципов, и все это называется сердце. Ну и дальше есть еще более верхний слой информации, мнения, слухи, какие-то впечатления, и все это внутри, в подсознании, как айсберг. Сознание, это то, что человек осознает, то есть сознание, человек, вот вы сейчас меня слышите, это вы осознаете то, что я говорю, понимаете, но реакция идет из сердца на то, что я говорю, из того, что уже в каждом из нас заложено. И сказал Рабби Элизар Бенарах, что когда у человека злое сердце, а что имеется ввиду злое сердце? Зло, еще раз повторю, что когда мы учим Тору, то есть только один источник, который может определить, что такое добро и зло, и это Бог. То есть дерево познания добра и зла, он оставил только для себя, и он сказал, из этого дерева вы не ешьте. Я создатель мира, я устанавливаю, что такое добро и зло, и когда первый человек с его женой, они взяли от этого дерева плодов, это значит, они попытались взять на себя право назначать добро и зло. И Бог сказал, нет, это не может такого быть. Добро это добро, зло это зло, я создал мир, я только знаю, что такое добро и зло. Поэтому, поэтому, когда Рабби Элизар Бенарах сказал, что злое сердце это хуже всего, это сердце заполненное не Торой. Когда сердце заполнено не Торой, то все, что идет в противоречие с божественной волей, это является злом. А значит, если у человека внутри выстроенная система не по божественной воле, то что это обязательно его приведет к каким-то сбоям в жизни, к каким-то проблемам, сложностям, раньше, позже, большим, маленьким, но невозможно построить добрую жизнь, имея злое сердце. Понятно, да, идея? Поэтому, ответил Раббан Йоханнан Бен Закай, когда выслушал всех пять учеников, в конце Мишне написано так. Он сказал, Руэ, Руэ они двора в Ютерме Диврэгем. Я вижу его слова больше, чем все слова их остальных, потому что Беклаль двора, потому что внутри его слова, вот, про злое сердце, все их слова. Почему человек берет, а не дает? Как сказал Раббишиман Бенатань, злое сердце. Почему человек у него злой глаз, злое сердце? То есть, у него неправильные установки, он живет в неправильном мире, который построен как раз у него в сердце, на базе неправильных вводных данных. Поэтому, какой вывод? Изучайте Тору, четко для себя определите, что важно, что не важно, что добро, что зло. И это можно сделать только изучая Тору. И дальше, когда сердце заполнено правильными мыслями, то тогда оно выдает правильные решения, а правильные решения приводят к правильным результатам. И тогда у человека и добрый глаз, и хороший друг, и хороший сосед. И он, вместо того, чтобы занимать и не отдавать, он дает, помогает всем. И тогда у него, естественно, доброе сердце, и ему все время хорошо, и есть у него вечная жизнь, и все у него великолепно. Чего я всем нам желаю. И добро, самое большое добро, которое у нас есть, чтобы почувствовать божественную любовь, это шаббат. Вот сегодня вечером наступает шаббат. Шаббат, остановка, расслабление, полностью слияние с Торой, с Богом, и с Божьей помощью, чтобы шаббат это основа благословения, чтобы через шаббат пришло к нам много божественного света. Все. Шаббат, шалом. И напишите, пожалуйста, да, да, Тора это дерево познания добра и зла, правильно. Напишите, пожалуйста, нам, напишите свои три вывода, поделитесь уроком. То есть мы Тору распространяем ваекра, ваекра, это как и возвал. Бог взывает через каждого из нас, каждому из нас, и через каждого из нас взывает. Поэтому распространяем Тору, свет Торы на вообще весь окружающий мир, но главное на свое сердце. Все. Всем пока.